всех приветствую в одном из видео я уже рассказывал о таких аккумуляторах от мобилок от смартфонов и призывал вас не выкидывать их никуда а использовать еще по назначению потому что даже не рабочий аккумулятор практически пригодится потому что он как я и показывал состоит из двух частей самой банки аккумулятора и контроллера заряда некоторые мне в замечании писали что это не контроллер а просто защитное устройство ну какая разница если он что-то контролирует то я считаю что это контроллер и на многих сайтах вы также увидите что его называют контроллером и сегодня мы его испытаем давайте еще раз беру я один из аккумуляторов разбираем не спеша чтобы не повредить какие-то элементы потому что здесь вот этой маленькой пластиночки присутствует плата сам контроллер защиты заряда переразряда перезаряда и вот идут две клеммы к нашей банке они здесь приварены точной сваркой вот одна это плюсовая это минусовая и здесь так само на нашем контроллере две этих клеммы испытания будут заключаться в следующем я на вот эти две клеммы вот они которые были припаяны банки подам от источника питания напряжение и буду его уменьшать на вот этих клеммах буду замерять напряжение вот этим прибором и смотреть на каком уровне напряжения наш контроллер отключит батарею и перестанет подавать питание как бы защита от переразряда чтобы наша аккумуляторная батарея не разрядилась ниже опасного напряжения в одном из своих видео я сказал что это срабатывание примерно на 2 и 4 вольта меня там поправили сказали на 3 но сейчас мы как раз и посмотрим так я выставил на блоке питания около 4 вольт и как видите вольтметр показывает 4,16 вольта сейчас я начну это напряжение уменьшать и так вот уже 3 вольта 2 и 9 напряжение на выходе еще присутствует как бы с аккумулятора через контроллер она еще проходит на нагрузку вот 2 и 5 еще напряжение на выходе есть и как только напряжение опускается ниже 2 и 5 наш контроллер ходит защиту и отключает напряжение на выходе еще раз попробуем все ниже 2 и 5 напряжение на выходе нет хотя на входе как видим 2,35 вот примерно по такому принципу работает наш контроллер я думаю что кто-то да найдет куда его присоединить использовать дальше по назначению его можно подпаять вот к такому аккумулятору 18650 и использовать его для того чтобы заряжать его и также контролировать от переразряда и от перезаряда а на этом всем пока и